Фитхье, конечно, он такой большой городок по сравнению с нашим Алюденизом, да? Да. Мы пришли на фиш-маркет, это рыбный маркет. Вот туда направляетесь, и вы дойдете до Голубой Лагуны. Честный отзыв, мне нравится Алюдениз Бич больше, чем Голубая Лагуна. Мы пришли в ресторан, поужинать, где так нереально здесь, короче, красиво. Народа нету, 7 утра, свежий воздух, шум моря, вы слышите, да? Я кайфую. Сегодня вот пойдем на пляж Голубая Лагуна, и посмотрим, как там. Не знаю, если здесь так красиво, я не представляю, что там тогда. Очень классно. Мы сейчас собираемся в Фитхье, потому что нам нужно купить билеты до Каш. Мы послезавтра уже покидаем Алюдениз и едем туда. Сейчас я вам покажу, как дотуда доехать, до Фитхье, откуда отходят долмушки, это местные маршрутки здесь, и сколько стоит проезд, и сколько по времени ехать. Все-все-все, в общем, подробно расскажу. Так что встретимся на остановке. И вот здесь вот видите, вот пляж общественный, да, бесплатный, поворачиваете направо, и идете прямо туда вот, прямо-прямо-прямо, до определенной кафешки, я покажу где. Доходите вот до этого места, видите, здесь вот эти вот кафешки, и вот здесь вот сразу вот остановка, здесь вот маршрутки ездят до Фитхье, а там вот такси, если вам надо. Вот, еще ориентиром для вас будут вот эти вот корабли и вот эта вот кафешечка. Не благодарите. Проезд стоит 6 лир, или 6.50, что-то такое, так мы поняла, толком. На двоих у нас вышло, получается, 12 лир. Это примерно 120 рублей. Ехать где-то 20 минут. И, кстати, еще классно, здесь можно платить картой. Вот, очень удобно. Он останавливается здесь, вот. Я так понимаю, отсюда они и уезжают, да? Вот прямо возле этой кафешки какой-то. Сейчас мы направляемся на автовокзал покупать билетики. Вот это вот компания, Бати Анталия, вот через эту компанию можно купить билет и доехать до Каши. Это расписание до Каши, вот эта вот линия. Так что вот смотрите, в какое время вам удобно. Мы взяли на 9.45, на послезавтра. Билет стоит, смотрите, 35 лир на человека. За двоих мы отдали 70, это примерно 700 рублей. Я еще хотела сказать, что не забудьте брать с собой паспорт, потому что при покупке билета он вам понадобится. И, в принципе, когда вы едете в Фитхия на маршрутке, обязательно возьмите с собой паспорт, потому что бывает такое, что останавливают полицаи, и они проверяют. Нас пока не остановили, но на всякий случай, пусть лучше будет при вас. Сейчас мы направляемся, я так думаю, на набережную прогуляться, посмотреть, что тут есть интересного в Фитхия. И где-нибудь потом пообедаем, так что оставайтесь с нами. Мы сейчас гуляем по набережной, по пирсу, где так красиво, да, мамулечка? Да. Ой, Фитхия, конечно, он такой большой городок по сравнению с нашим алюдинизом, да? Да. Мама, да. Да. Я всегда соглашаюсь. Мы, кстати, шли пешочком из автовокзала вот сюда до набережной минут 20-25, наверное. Это мы еще шли очень медленно, останавливались, там снимали видео, что им фотографировали, вот так вот. Ой, хорошо, в общем, только жарко, но нормально, особенно когда в тенечке сидишь, вообще хорошо, да? Ну, вчера жарче, как оказалось, а сегодня-то нормально, терпимо. Да, вчера, потому что мы вышли где-то в час дня, а сейчас мы гуляем, сколько у нас времени? 11, наверное. Ну, пока терпимо, особенно в тенечке вообще хорошо, свежо так, возле моря, морской воздух. Мне кажется, по набережной еще лучше. Да, возле набережной еще лучше. Мы здесь еще погуляем, поснимаем вам, как здесь красиво и все дела. Вот. Мы шли на фиш-маркет, это рыбный маркет получается, и мы сели здесь, называется кафешка Хилми. Говорят, что это кафешка одна из самых крутых здесь, в этом маркете. И когда сезон, здесь вообще нужно бронировать стол, здесь типа не сесть вообще. Люди там покупают рыбу и здесь уже ее готовят. Мы сейчас заказали, я вам все покажу. Так вот, называется Хилми, сифуд ресторан. Не знаю, сейчас попробуем, скажем. Но выглядит, здесь такой запах, конечно, рыбный, если вы это не переносите, лучше сюда не приходить. Но мы с мамой очень хотим здесь попробовать. Говорят, здесь очень вкусно. Я хотела вам еще сказать, что если вы хотите следить за нами в настоящем времени, то подписывайтесь на мой инстаграм, потому что, возможно, сейчас вы смотрите это видео, а я уже в другом месте. Невозможно, скорее всего, так оно и есть. Принесли нашу рыбку сибрим. Сейчас нам вытащат кости, и мы будем просто кушать пелешку. Красота! Та-да-да! А здесь у нас креветулечки, и салатик, помидорчики, и лучок. Он такой вкусный-то здесь. Как делают профессионалы. И как бы делали мы, да? Все, готово. Рыбка вкусная, зачет. И креветки вкусные. Единственное, мне не хватает соли. Креветки, кстати, острые, огонь. Соли не хватает, где рыбка. Так, в порядке. Советы. За это все добро вышло 159 лир. Нам дали, как комплимент, чаек турецкий, как обычно. Возле этой мечети находится остановка, откуда отходят маршрутки до Людинис. То есть вам не обязательно ехать до автобусной остановки, вернее, до автовокзала. Вы можете или оттуда, или отсюда. Сейчас покажу подробнее, где именно садиться. Остановка здесь, возле вот этого маленького магазинчика. Вот там вот мечеть. Вы, получается, идете так, и сюда вот поворачиваете. Здесь уже остановка, возле вот этого вот магазина. И вот здесь вот вы оплачиваете билетик. Мы немножечко передохнули, набрали силы энергии. Сейчас уже примерно 4 часа дня. И вот, наконец-то, мы собираемся на пляж Голубая лагуна. Говорят, этот пляж выглядит намного круче, чем пляж Людинисбич, который общественный, бесплатный. В этот пляж поплатный. Я, когда туда дойду, все расскажу уже поподробнее и покажу. Рассказываю. Там вот, помните, эти маршрутки, откуда можно уехать в Фельхия? Вы также идете вот прямо-прямо-прямо мимо этих корабликов, вот этого всего, по этой вот дорожке. Вот туда направляетесь, и вы дойдете до Голубой лагуны. Мы на месте, знаете, че? Мы не платили за вход. Нам сказали, что вход бесплатный. Вообще, по идее, должен был стоить 7 лир, 70 рублей. Но почему-то уж нас денег не взяли. Что я по поводу могу сказать пляжа? В целом нормально, как бы. Ну, почему-то, честно сказать, мне наш общественный пляж, который Алюденис Бич, мне нравится больше, чем вот эта вот Голубая лагуна. Я не понимаю, чем она круче, честно. Здесь, как бы, возможно, да, Галичный пляж. Ну, в смысле, Галька здесь поменьше. Ну, также здесь, в принципе, как и на том пляже, сфера песочек, потом Галька. Но Галька такая-то мелкая-мелкая. Море. Мне кажется, как будто бы у нас море более яркое. Честный отзыв. Мне нравится Алюденис Бич больше, чем Голубая лагуна. По-чесноку. Вот. Сейчас еще море попробую и скажу. На связи. Смотрите, какая мелкая Галька здесь. Поприятнее здесь наступать, конечно, ногам. Но... Мамуля. Мама довольная. Здесь просто, я так понимаю, вход пологий. По сравнению с тем, что у нас находится в Алюденис Бич. Потому что там резкий вход, как я говорила. А здесь, по-моему, раз мама так плакает, уверенно, значит, здесь поспокойнее. Вот. И здесь волны не такие большие, как у нас в Алюденис Бич. Добро сказать, что мы постелили здесь наше полотенчико. И лежим на полотенчике. Вот рядышком лежаки пустые. Но, блин, что-то не хочется туда ложиться, когда не знаешь, сколько стоит. Вот. И здесь можно брать с собой полотенце. Я это тоже читала. Хотя, блин, я столько читала, а потом оказывается, что это не так. Что сейчас даже, я не знаю, насколько это правдивая информация. Море прозрачное такое. Тёплое. Ну, попрохладнее, чем у нас, кстати. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Так, ребят, мы сейчас будем пробовать море. Ну, я для вас узнала, сколько стоят, в общем, лежаки и зонтик. Два лежака и один зонтик. 45 лир, то есть 15, 15 и 15. Ну, мы не стали брать 45 лир, практически 500 рублей за это. Давай зачем, когда можно на камушках полежать, на полотенце. Короче, кайф. Ну, теперь зато вы знаете, сколько сейчас стоит. Море, кстати, вообще вход пологий, как я и говорила. Шикардосно. Тёплое море. И да, я понимаю, почему сюда приходят. Мне кажется, это классно и приходить с детьми, потому что не страшно, знаете, там это... Из-за того, что вход такой пловненький, детям здесь полегче. Поэтому, наверное, здесь очень много людей с детьми именно. Мамуля у меня тоже как ребёночек, и пляж этот очень подходит. Она довольна, сейчас не вылазит из моря, а я тут лежу, сторожу вещи. Музыка 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 Мы пришли в ресторан. Поужинать, где-то так нереально здесь, короче, красиво. Здесь вид на Бридж Алю Денис, и мы тут, вот здесь получается, это как руфтоп. Кафе на крыше, солнце очень сильно светит, закатик. Вот, заказали, как всегда, морепродукты. Какой здесь вид, ребятки, шикарный, просто шикардосный. Советую это место. Огонь. За наши каникулы, за наш отпуск. Мой салат с морепродуктами, это просто шикардосно. Вы посмотрите на это. А там у мамы рыбка. Сиба с салатиком, соусом и с картошкой фре. Ну, куда деваться? Мы уже поели все. В общем, мне понравился мой салат сифуд. Советую это место, обязательно приходите. Очень классно здесь. Атмосферно, фотографии можно классно сделать, закат встретить и вкусно поесть. Сейчас я жду свой десерт. Я заказала себе чирамису и турецкий чай. Ребятки, вот это вот уровень. Смотрите, они заказали вот такой вот коктейль. Вернее, коктейли несколько, видите? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Обалдеть. Вот это уровень. Мама все переживает. Они говорят, а их же только двое, их же только двое. Как они это все будут делопить? Вообще двое. Все, мы уже дома. Нам все понравилось. У нас терраса была обалденная. Советую это место. Там очень вкусно. Салат с продуктами на высшем уровне. И рыбка, мама сказала, кстати, в этом месте вкуснее, чем мы ели в фиш-маркете на рыбном рынке в Фетхия. Вот, мне кажется, это показатель. Вот такой вот получился у нас сегодняшний влог. И если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. И следите за нашими приключениями, потому что дальше больше. Завтра мы едем на экскурсию в Дальян. И ловить голубых крабов. Будет супер-мега насыщенный день. Поэтому оставайтесь с нами и не пропускайте наши выпуски. Всем пока-пока!